Приветствую вас! Заранее прошу прощения, если в моем ответе будут какие-то вещи, которые вам покажутся мелочными, неважными, несерьезными, или как-то еще вы негативно на них отреагируете. Я прошу вас относиться к этому запониманиям, вот, и прошу вас воспринять это как элемент, я надеюсь, здоровой и полезной критики, которая вам должна при правильном подходе помочь в выработке стратегии. Первое. Я не совсем понял, зачем вы выложили скрин переписки, т.е. в этом скрине переписки нет абсолютно никакой информации, характеризующей его, характеризующей вас. В этой переписке единственное, что есть, это только агрессия, да, какая-то злость, возможно даже ненависть, вот, но это вряд ли, и все. То есть, если есть определенный поток эмоций, которые человек выражает, как это должно помочь нам в решении вашей проблемы, не совсем понятно. Как это может помочь вам в решении вашей проблемы, тоже непонятно. Какую нагрузку смысловую несет переписка, непонятно тоже. Ладно, если бы вы выложили несколько скринов, да, вот от начала до конца вашей переписки, где можно было бы показать, например, где вы там ведете себя, к примеру, неправильно. Так, где вы там его, скажем, как-то задели и так далее. То есть, направить, направить вас, это можно было бы сделать. Но то, что вы выложили, это никакого смысла, никакой ценности не имеет. Если только вы не хотели, ну, к примеру, вызвать у нас чувство жалости, может быть. Если только вы не хотели, чтобы мы убедились, какой ваш муж, к примеру, плохой человек и так далее. Это первое. Второе. Меня очень насторожило, что вы написали, что я в процессе расставания с мужем. Видите ли, у расставания нет процесса. Человек решает расстаться с другим человеком, да, и с тех пор он уже не с ним. То есть, к нему человек-человек отношения не имеет. То есть, грубо говоря, вы, когда решили расстаться со своим мужем, да, вы это сделали, ну, в смысле, расстались, с ним приняли решение расстаться с ним. Всё. Никакого процесса больше нет. Вы либо ведёте себя так, как будто вы уже расстались, либо вы ведёте себя так, как будто вы ещё вместе. Никакого процесса расставания нет и быть не может в принципе. Это, я надеюсь, вам тоже понятно. С другой стороны, совершенно не случайно вы озвучили именно такую позицию по состоянию ваших отношений с мужем. То есть, если я нахожусь в процессе расставания, я ещё не совсем расстался, а значит, ну, значит, несмотря на то, что моё решение окончательное, но всё равно что-то меня ещё удерживает в этих отношениях. Ребёнец, ну да, ребёнок может быть удерживает, но ребёнок это ребёнок. То есть, как бы, общаться по поводу ребёнка вы можете исключительно как родители. Ну, то есть, я как мать, значит, я как родитель общаюсь с тобой как с родителем по поводу ребёнка. Если ты мне говоришь, что раз ты я плохая там и т.д. и т.д. и т.д., я на это реагирую соответствующим образом, как расскажешь чуть позже. И всё. Но, сохраняется некая такая, вот знаете, скажем так, цель. Сохраняется некая цель, некий ориентир. То есть, если мы общаемся с тобой по поводу ребёнка и из-за ребёнка, то мы с тобой общаемся только как родители. Я из этого всего делаю вывод, что вы продолжаете тяготеть к мужу. Вот какой я вывод из этого всего делаю. Может быть, вы боитесь будущего. Может быть, вы боитесь неопределённости. Может быть, вы просто не привыкли быть одна. Может быть, у вас ещё какие-либо страхи возникают. Вот. Не знаю. Не знаю, не могу знать. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, история здесь примерно такого рода и такого плана. Да? Что несмотря на окончательное решение, вы это самое решение не приняли. Ещё. Ещё. Либо приняли, но есть какие-то вот противоречия у вас. И мужчины эти противоречия чувствуют. То есть, ваш мужчина ведёт себя так, как он себя ведёт только потому, что чувствует вашу слабину. Ну, мне кажется, что ваши отношения, они очень напоминают целом эзохистические. То есть, у вас есть муж, он всегда был вспыльчивым, всегда был импульсивным. Вот. И по какой-то причине вы с этим мирились. А раз вы с этим мирились, значит, соответственно, вы должны были как-то, ну, реагировать на это, совершенно очевидно. И реагировать на это вы могли только, только пассивным, только мазохистическим. Вот. Соответственно, если я прав, если ваш мужчина срывался на вас, значит, ну, периодически, если он на вас срывался раньше периодически, то, соответственно, он садится. Если он садится, то он питается энергией, энергией другого человека, в данном случае вашей энергией. И, соответственно, первое, что нужно сделать, это перестать его подпитывать. Ээээ, перестать его подпитывать, означает, по-видимому, согласие со всем тем, что он говорит. Вот он у вас, ээээ, в переписке на, на что ссылается? В вашей переписке он ссылается на то, что перед всеми опустит, там, ну, короче говоря, испортит вам репутацию. Вот. Не нужно этого бояться. Не нужно бояться, что он может это сделать. Почему? Потому что люди, которые, к примеру, действительно вас, допустим, ценят и знают, они никогда не поверят тому, что говорит ваш муж. Право. Ну, а если поверить, значит, это всего лишь будет означать, что эти люди явно не те, с кем вам, собственно говоря, можно и нужно было связывать свою жизнь. То есть, первое, что нужно, это совсем-совсем соглашаться и подтверждать, эээ, то, что на вас говорит. Вот. Данный, эээ, принцип, эээ, называется принципом амортизации, вы можете, эээ, почитать о нём, эээ, в интернете самостоятельно. Вот. Вот. Благо он, в общем-то, там есть. Вот. Инстамантизация. А, ваши дальше? Как я уже сказал, эээ, сводить к минимуму, да, нужно, эээ, всё, что касается других ролей, кроме роли родителя и роли, я так понимаю, эээ, сотрудников. Вот. Хотя, сделать это далеко не всегда, эээ, удаётся, эээ, вот, потому что, эээ, ну, на жертву. Эээ, не все люди, эээ, могут, эээ, смириться с этим, не все люди могут адекватно воспринимать. Ну, вы, эээ, сами, в принципе, это уже увидели и поняли. Вот. То есть, здесь только учить, учить человека, учить его, эээ, видеть вас, только мать, ребёнка и, эээ, сотрудника, коллегу. И всё. А, больше, на самом деле, сделать вы ничего не, эээ, не, не сможете. Так, в результатах вас, эээ, в принципе, больше нет. Вот. Эээ, при этом, если, если у вас, у самой, вызывают негативные эээ, эээ, эмоции и чувства его поведения, то это уже, то, с чем вам нужно работать. Самой. То есть, это исключительно ваша ответственность, исключительно ваша реакция, реакция на те или иные вещи. И, соответственно, вам здесь уже и нужно смотреть, почему вы реагируете именно так, а не как-то по-другому. Вот. Ибо, своего мужа, ну, вы, эээ, скорее всего, поменять не сможете. Вот. Эээ, что касается общения по поводу ребёнка, то здесь, как бы, история такая. Ну, и вообще общения с мужем. Значит. Эээ. Так повелось, что человек, эээ, когда вот он ведёт себя, к примеру, эээ, так, как ведёт себя ваш, эээ, ну, ваш, ваш муж. Да. Эээ, вот. Эээ, ждёт, ждёт, что вы не согласитесь с эээ, ним. Это он ждёт, что вы будете сопротивляться, что вы будете наложать, эээ, ну, как-то вот ему, эээ, противопоставлять что-либо, что-либо, что-то и так далее. Вот. И эээ это его ожидания. Вам нужно нарушить. То есть вам нужно нарушить его ожидания относительно того, что вы будете делать. Соглашайтесь с ним, во всем, преувеличивайте еще, если можете, но об этом можете читать побольше подробно, если вот просто принцип амортизации, ну, по-лически, вот, и вы увидите, как человек очень быстро, либо для проформы будет вести себя славно, то есть, либо он очень быстро перестанет вести себя так, как ведет, либо он будет вести себя так, как ведет себя сейчас, но чисто для проформы, то есть, ты будешь говорить что-то, но это будет уже не восприниматься вообще всерьез, всерьез это воспринимать будет, ну, нельзя, вы почувствуете, что это все, ну, как-то, как-то, вот знаете, ну, просто уже по инерции, вот. Ну, такая вот примерная история. Хочу еще раз вам повторить, потому что, ну, есть у меня такое ощущение, что вы можете что-то неправильно понять. Муж ведет себя славно так, как ведет, только потому, что вы даете ему вот это вот чувство, даете ему возможность, эээм, почувствовать, что вы не уверены. То есть, он по какой-то причине, он по какой-то причине, эээ, считает, что вы, к примеру, ну, к примеру, без него не справитесь. То есть, он считает, что нужен вам. Вам. Знаете, у меня, точно нет. Понятно, то есть, что вы нужны ему. Это понятно. Понятно, что он вас нуждается. Но история здесь немножко другая. То, что вы по какой-то причине дали ему возможность почувствовать, что он может быть прав. То есть, человек ведет себя так, как ведет, только потому, что у него есть надежда на то, что он прав. Надежда на то, что он прав относительно вас. К примеру. Почему у него есть такая надежда? Почему он считает, что может быть прав относительно вас? Это уже детали. Это уже то, что нужно выяснять. Это уже то, что необходимо выяснить. Но если вы, мало того, что вот объявили о своем решении, да, к примеру, что он с тобой больше не, ну, не пара, и так далее, и так далее, да? Вот. Если вы объявили о своем решении, но если вы, при этом, при этом, и еще, и будете действовать активно, активно взаимодействовать с, допустим, мужчинами, там, другими, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То ситуация будет складываться для вас гораздо лучше. Потому что меньше останется надежда у мужчины. Вот. Сначала он пытается вас подавить. Ну, как вот вы вырвались у него из-под контроля. Так он воспринимает то, что происходит. Что вы вырвались у него из-под контроля. Он пытается вас обратно свой контроль вернуть. Ну, ничего страшного. Это, в общем-то, довольно-таки типичное действие. Вот. Для нас это проверка на уверенность в собственных силах. Вот. Так что, обратите, пожалуйста, самое пристальное внимание на данный аспект. Это очень важно. И если вы, ну, если вы не будете придавать этому значения, а должное, то ваше расставание будет окончиться довольно-таки с плачевным. Ну, в том смысле, что будет сложнее. Вот. Часто бывает так, что люди не могут вместо работать. Вот. Такое, к сожалению, бывает. Важно это с тем, что, ну, кто-то из, вот, партнеров, все-таки, оказывается, не способен жить дальше. Вот. Тут, конечно, ничего не поделать. Если, если это ваша история, то рассмотрите возможности в улице. Потому что, ну, объективно, да, сред возможностей повлиять на вашего, значит, мужа, у вас не так много возможностей повлиять на вашего мужа. Вот. И никто не сможет заставить его измениться, никто не сможет заставить его измениться в поведении. Если вы увидите, что, несмотря на ваше поведение, он все равно продолжает вести себя так. И если вы считаете, что такое его поведение неприемлемо, ну, все, значит, вам нужно менять работу. Вот. К этому нужно быть готовым. Вот. Что касается ребенка, то здесь оперируется исключительно только в пользе для ребенка. Вот. И все. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Удачи.